Веселая жесть Эриксон, байло Веселая жесть Обедушка начинается Андрюха там уже хавает Со своим мочонником Шпион, шпион, русский шпион Скоро уезжает шпион Кто у вас будет шпионить? Люди смотрят А что, ребятки, дай котлан Отработали Идем покупать теплые вещи Котлан такая штучка О, я скрепился. Красненькая, зеленькая. Что это? Это может быть такой начельный кошелек. Может быть такой нагрудный. К телу поближе. Красненький. Удобно, да? Руки свободны. Девочка пробует ездить на колесиках. Серьезно? Поведите. Я когда в эти магазины попадаю, я так устаю. Я не знаю, что здесь покупать. Сейчас нашла носки. Взяла эту фигню престижную. Надо же какие-то штаны себе купить. Непродуваемые. Сейчас поищем. Мы уже пока до Украины доедем, снег растает. Может уже ласты заодно покупать. Гляньте, сколько тут ласты. Вот эти красивые жульчики. Как раз мой размерчик. Сколько они стоят? Однадцать евро. Классно. Тут сорок девять евро. А вот девять девяносто. Я поняла, какой мне костюм надо на Украину, чтобы не замерзнуть. Гляньте, вот такой комбинезончик оделся. Тридцать пять евро. Дешево, сердито. И можно нырять на дно Черного моря. Или вам он такой женский больше нравится. Да нет, там штаны коротенькие. Холодно будет. А так и ляшечки на замерзнут. А вот вообще с голубеньким. Так. Будем мы с вами как космонавты. Принарядимся. И вперед. Такая водолазочка симпатная. Так, мужика мне смотрите. Женщина, смотрите, какой я лифчик нашла. Он спортивный. Сверху вот такой вот. А что внизу мы видим? Вот такая дырочка. Сюда можно вставить. Ну, типа, вытянуть прокладку. Но можно кое-что и вставить. Как вы думаете? Потом для бассейна он будет удобный. Сейчас присмотримся. У нас такое-то блюдо с вами. Гляньте, сколько вещей мне нравится. Штанишки померяю. Ну, что вы скажите. Это блюдо. Нравится? Классно, да? Чашечки можно вытянуть и напихать на фарширование. Плюс такой ремень. Носочки. Сейчас посмотрим, что тут народ мерил. В общем, меряю штанишки. Глупая. Глупая. Женщина. А что собралась? В спортивных штанах ехать в дорогах. А почему бы и нет? С самолета в поезд. В поезде переодеваться. Ну, офигенно. Лучше в спортивной форме. Адидасовские жалко. Знаете? За 14 евро. Что скажете? Глупая. Может и глупая. Но мне главное, чтобы удобно было. Мышь серая. На Украину едет. Стыд позор. А для снега нам вот такую обувь предлагают. Ничего конкретнее у них нету. Что ж это? Что ж я буду, как обезьянка в таких кроссовочках смотреться. Что ж лучше, что да, в своих запахах. Какие есть. Сильно позорные. Несмешные. Вот где родок. Вот такой рыбный вариант. Мне кажется, в этих на рыбалку. По какому снегу ты в них пойдешь? Они же внутри-то не теплые. Вадька, я чувствую, что придется прислушаться к твоей просьбе и сапоги попросить у тебя. Сапогов здесь нет. Вот еще пару леггинсов куплю, чтобы мать низ над себя натянуть, чтобы холодно не было. И все. Понятно? Пиши, пиши сообщение. Будешь мне в Киеве сапоги вывозить? А нет, лучше валенки. Давай валенки. В валенках лучше. Я уже тут три часа хожу, нифига не купила. Такой огромный туалет для инвалидов. Вы видите, пресс назначен. И что самое главное, чтобы дверь не закрывается. Так берешь и открываешь. И выходишь. Я побыстречку сбегала и думала, ой, сейчас кто-то сяк зайдет домой. Сейчас их поймают в туалете. А туалет один, а он и мужской и женский. Представьте, смех. Ребята, 40 евро потратила. Что купила? Нифига не купила. Двое штанов, трое носков. Пояс непонятно для чего. То ли для денег, то ли документы. Посмотрим, что туда влезет. И лифчик для. Тоже не знаю. Влезет, не влезет. Значит, будем какие-то карманы на себя нашивать. Я вообще не знаю. В общем, церк над руки. Валенок нет. У Фаек тоже нет. Будем ехать в том, что есть. Сейчас даже не знаю, куда ехать. Сколько времени. На работу возвращаться, а домой. Смотрю, такая пробка стоит. Прорвемся. Скупилась, называется. Так что, Ватька, шубу на собачий мнеху, пожалуйста. Лильку и валенки. 6 часов. Едем на работу. Домой нет смысла на час ехать. Поехали. Поехали. 6 часов вечера. Мы в такие пробочки попали. Написано на картеллах. Аттенционе джелати диффузе. Минус 2 градуса. У них уже супер холодное все такое это самое. Их бы кинуть до вас, да? В минус 27, минус 28. Хай бы попробовали все такое. Есть ли жизнь на Марсе? Нету ли жизни на Марсе? Ага. Или к моей тетушке. Там, наверное, до минус 60 в данный момент. И все же такие, ой, как холодно. Я говорю, да, да. А то вы еще морозов не видели, ребятки. Так, ну я чувствую, тут лилек будет стоять долго. Съездили, называется, в дековом. Ни фига не купили. Зато заработали себе на то, чтобы в пробке постоять. Хоть обогрев машины включу. Чтобы не замерзнуть. Так что такие пироги, ребята. Кто там в колхозе живет, пожалуйста, куфаечку и валенки выносите к самолету. А не будем прыгать на морозе. Так, не замерзнем. Чумодан в руки, будем прыгать. Э, итальяно перу. Папарарам. Ладно. Отключены все. Народ, я же забыла вам рассказать. Снега еще не было. Но дороги, давай, тетя ель пока. Показать дверь. Давай, давай, давай. по дороге все посыпаны калене заехал такой слой солью прямо ходить невозможно все солью засыпано мы к снежным ураганом готовы а у нас не и что-то такое небо так я бы не сказала что на сильный снег может пойдет а может и не пойдет луна что ты нам скажешь какую вы нам погодку дадите непонятно я что-то их ним уже погодным этим не верю тут метеорологи плохо работают они его обещают обещают этот снег две снежинки капнула снега но дают с нуля часов сегодняшнего дня и до нуля часов завтрашнего дня прямо снежные заносы у нас это будет сказка у нас никто по снегу ездить не умеет это будет цирк на дроте это все автобусы если завтра придется ехать на работу на автобусе цепи на колесах в общем катене а бордо катене это цепи на борту должны быть обязательно иначе без этого штраф у меня колеса резина стоит 4 стаджоне называется 4 сезона это я даже не знаю при такой резине можно ли ездить без этих цепей я езжу без цепей у меня их нет во первых если их даже куплю я не знаю каких цеплять это раз во вторых если действительно пойдет снег или гололюр то я предпочитаю на работу съездить на автобусе не морочить все правильно никому ничего ну посмотрим посмотрим на этот раз промахнуться с прогнозами так что ватька давай разребайтесь с киева нам дают воскресенье четвертого числа уже хорошую погоду где-то плюс 10 12 так что думаю на украине тоже потеплее да ребят ну лег же едет она вам весь лед растопили у меня сейчас кстати весь бензин выгорит я уже не успеваю свою машину заправлять и утром и вечером на работу и днем на работу и короче гайки бензин все ребята на сей раз я действительно выключаюсь увидимся может быть завтра может быть послезавтра хотела еще вам сказать пару слов когда буду на украине я вам на комментарии не смогу ответить у меня на телефон не все комментарии приходит у меня приходит только их небольшая часть а все остальные почему-то на компьютере не знаю почему так поэтому чтобы никого не обидеть я просто не смогу не знаю почему так 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 не знаю почему так